Я хочу сказать несколько слов о просветителе, великолепнейшем философе Раджиниш или Оша. Его книги, он, по-моему, поставил все рекорды, порядка 600 книг, изданных в нашем магазинах, в Белых облаках, везде есть. Интереснейшее, для меня это явление потрясающе интересное, потому что он как философ непревзойденный, потому что он свои книги не пишет, а всегда он собирал учеников и беседовал, и в потоке, и говорил такие умнейшие, замечательнейшие вещи, такие притчи. Так что просто потрясающе интересно. Вот его, это тоже, тоже путь в неведомое, в неизведанное. Он сам постоянно подчеркивает эту мысль. Человек на земле должен идти в неизведанное. Он пришел ради опыта. Он пришел ради своего опыта. А зачастую делает свою жизнь из опыта других. Делать свою жизнь надо из своего опыта. Он рассказывает в одной из книг интересную вещь, что, он говорит, надо и уходить с физического плана тоже в полной радости, в полном желании изведать, что же там за этой чертой, за этой завесой. Вы, может быть, наверное, знаете, что, как иногда у ушедших людей, даже их физическая оставшаяся оболочка, взглянув на лицо, мы видим, в каком восторге, в какой радости, в благолепии они уходили с физического плана. Потому что они готовы были уйти. Если человек знает о тонких мирах, о непрекращаемости жизни, о переуплощении, то он может и не должен бояться перехода, а наоборот идти с радостью за эту завесу. И вот Ошо описывает, как он в прошлой жизни, он тоже готовился в радость. И он говорит, что это дает, вот этот переход в сознание и в радость. Он дает очень многое. Человек уже в следующее воплощение, вот в этом воплощении он минует низшие астралы, уходят сразу в высокие сферы. Поэтому, побыв на отдыхе в Девочане, как там угодно, он снова возвращается. Но зачастую на Земле уже с какой-то миссией, уже с программой, с каким-то заданием. Вот поэтому человеку надо подготовиться, уходить. И он описывает, что в прошлой жизни он как раз принимал 21 день пост. И надо же было так случиться, что два или три дня, не закончив пост, он ушел из физического тела. И потом он сам описывает, когда он снова родился в Индии, вот в этом теле, Ошо Разниша, то он первых три дня, по рассказам матери, не брал у нее грудь. То есть он в своем соблюдении поста должен был, там не закончился на три дня, в этой жизни начавшейся он эти три дня включил в тот опыт. Не могу не сказать о Саи-Бабе. Вот. Вы, наверное, знаете. Знаете, это полный аватар, который сейчас живет в Индии. К нему ездит весь мир. Явление Саи-Бабы уникальное явление на планете. Это сравнимое, в связи с древними временами, воплощение Рамы, Кришны, вот нынешнее воплощение Саи-Бабы. Море литературы о нем. Причем, если медики, есть книга, которая написана медиками, побывавшие у него в Ашраме в Индии, в Путапарте, и написавшие сборник составили медики. На него пишут удивительные вещи, что он не только материализует вещи, кольца, браслеты, все, что угодно, с теми, с кем он встречается. Он иногда... Там прекрасный госпиталь в Путапарте. В этом госпитале прекрасные врачи, хирурги. Но самую сложную операцию делает сам Саи-Баба, никогда не имевший ни медицинского образования, ни... И они описывают, как он входит в операционную, материализует движение руки, материализует скальпель, бинты, все, все, что надо, все, ниоткуда сразу материализуется. И сам приступает к работе. Вот что значит полный аватар? Человек, реализовавший в себе Бога. Так что явление Саи-Бабы для меня очень, очень интересное. Вот книги, наверное, уже закончилось, там, Светлогорское лето, там есть портреты Саи-Бабы, его предыдущие воплощения Шир-Ди-Баба, и там еще кое-что есть интересное, кто приобрел, можете посмотреть. Ну вот, наверное, я на этом буду заканчивать. Прочту еще, сейчас одну минуточку, прочту стихотворение последнее, и потом, пожалуйста, вопросы. Это стихотворение «Санет равновесия». Равновесие, санет, который, значит, монолог Бога. Мой славный сын, моих далеких звезд, в своих мечтаниях ты рукой касаешься, но падаешь и снова поднимаешься с земли обетованной в полный рост. Твой путь, о человек, совсем непрост, но знаешь ли, ужель не догадаешься, что это я раскачиваю мост, который ты преодолеть стараешься. Не счесть событий бурных впереди, но в радости, но в устремленье с песнею ты по струне над бездною иди, учись, мой сын, земному равновесию. Держись, своих позиций не утрачивай, я мост нескоро прекращу раскачивать. Сейчас очень сложное время на Земле. Вот эти идут энергии космические, которые не каждый может выдержать. Они с каждым днём усиливаются. Идёт огненная трансмутация человека. И остаются те, которые могут выдержать эту трансмутацию. Тут можно целая тема для беседы, вот священные боли, что такое, что такое трансмутация. Ну, за один раз всё этого не расскажут. Вот, поэтому уходит с физического плана очень много людей. Вы посмотрите, что делается вот последние, скажем, 10 лет. И несчастные случаи, и болезни, и всё-всё на свете. И молодые уходят. Почему? Не готовы. Они не выдержат дальнейших энергетических вот этой работы энергии. Поэтому это вседрость космоса. Они уходят. Они отдохнут немножко. Да. Есть специальные сферы. Отдохнут и снова придут. И как многие пишут, они придут уже в изменённом. Они придут, как дети Индиго. Индиго. Дети Индиго, вы, наверное, знаете, что такое. Так что вот не надо жалеть об ушедших. Они идут домой на отдых. Это тоже надо очень понять. Надо самому хорошо подготовиться к переходу. Уходить в радости, с желанием, чтобы снова прийти. Может быть, кто-то уже не придёт. Может быть, 12-й год, о котором много говорят, о декабре 12-го года, он может быть действительно очень переломным для земного шара. Субтитры подогнал «Симон»